Всем привет ребята, с вами снова я Хик и в сегодняшнем видеоролике мы с вами окунемся немножко в прошлое GTA San Andreas и посмотрим на все те события, которые произошли до приезда Карла Джонсона, как убили его мать всю хронологию этих событий. Я вам постараюсь разложить по полочкам, а в частности видео будут состоять именно в истории трех этих баласов, которые сейчас видите у себя на экране, это Доуп, Кейн и Харек. Все более подробно я расскажу в самом ролике, а если ты вдруг другой друг и играешь в GTA Multiplayer, тоже San Andreas, заходи ко мне на резонку RedRock, ссылочки и опишечки есть в описании, регайся по моему никнейму Дэнни Хикс, также на шестом ролике для видимости промокодика и получай крутые бонусы. Играй вместе со мной, будет все здорово, а я вам желаю всем приятного просмотра, чай, печеньки и погнали. Так, я, кажется, подозреваю, что это будет за пацаны. Так, так сейчас мне это говоришь брать, интересно, какого, блин, слышь, Кейн, а, Кейн, точно. Какого черта я не вижу никакого машины, они хоть знают, что мы здесь? Я-то откуда знаю? Кейн это посередине парень, в кепочке. Так, и пожалуйста, так я знал, что это едет по ласке, Темпенни. Та самая ночь. Так, какой-то мент рядом со мной стрелся. Так, Темпенни говори, ты в большой курке, ты в футболке, за мной. Третий, сходи погуляй. Темпенни у меня как всегда в своем перпеле. А что мы сделали? Я сказал, за мной, братки, у меня есть сюрприз для вас, давайте в машину. Вот, как раз таки, Темпенни сейчас будут договариваться о том, чтобы пострелить якобы свита. Он же Шон Джонсон. Вот, хорошо, идем. Все, третий пошел погулять. Кейн остался, Жирняга тоже остался. Жирняга не знаю, как зовут. А, это Хоряк. Так, играем за Темпенни сейчас, хорошо. Немножечко. Вернемся в 1992 год. Не возражаешь, Рэдди? Типа то, что он водит или что? Нет, веди Фрэнк. Окей. Итак, ребятки, мы едем в центр, прошу заткнуться на время, спасибо. Какой центр? А, едем к месту сбора, понял. Вот, в общем, ребята, те самые условия. Тот самый год. Буквально вот несколько... Через несколько дней произойдет то самое, с чего и начинается весь сюжет Китастан Андреас. Это смерть матери Карла Джонсона. И просто я специально решил сделать это видео для того, чтобы хотя бы вас немножечко окунуть в этот самый промежуток времени. Потому что мы не знаем, что происходило на самом деле. Здесь вот авторы данного ДМО постарались воспроизвести это. Хоть как-то, но... У этой, как сказать, модификации, так сказать, очень большие оценки. То есть, многие, скорее всего, поверили, что именно так все и произошло. Почему бы и нет? У нас, в принципе, другой версии-то и нет. Пускай будет хотя бы такая. Итак, Фрэнк там, Пенни, Эдди Паласки с двумя баласами, Кентом и Харьком. Харек... Харька мы, кстати, убиваем на миссии Глендпарк. Приезжают! Ну, конечно, кому они еще приедут? К Смоуку и Райдеру. О, черт! Кен говорит, Кен в шоке. Эй, давайте без этого дерьма. Нас попросили Том ничего личного, парни. Ага. Попросил сдать нас копам? Том попросил, ем-е-е. Башкой думай, парень, вы убиваете Шона Джонсона, мы вам платим, а копы помогают. Так. Я попросил по именям. Вы будете обозреть нам все, что... Все, что есть, 10 крыс в придачу. Хорошо, играешь в угадайку, парень, ровно 10. Но вы шкиритесь на время потом. Ага. Чтобы вас не нашли где-нибудь на зоне на подсосе. Паласки говорит. Именно так. Именно так, что мы предлагаем убить света прямо сейчас. Машины зеленого цвета в гараже. Ну, зеленый сейбер, разумеется, идут речь. А, ну ладно. Вы тоже, что ли, перешли на сторону баласов? Кент спрашивает у Смоука и Райдера. Вы не один такие, чувак. Грув умирает, и нам надо добить их, дружок. Ах ты, собака вонючая. Ну и? Вы согласны? Согласен. Но я поведу. Ах ты, собака, черт вонючий. Ну, спасибо, брат. Ладно, я тоже. Ага. В общем, они вместе сейчас будут отправляться. Ублия попались, ребята. Темпе не падло. Вы выполняете проезд, после ложитесь на дно. А мы страхуем. Думаю, все ясно. Давайте в гараж. Скоро рассвет. Ой, сейчас и начнется. Ребята, сабля. На голо. На голо. Не знаю. Смотрите, зеленую саблю. Как видим, наши пацанчики тоже переоделись. Чтобы мы были обычные, как баласы. Никита, там, запоминающие лица, да? Как Кен, там, и Хоряк. Вот и Кен переоделся. Вот Хоряк рядом с нами. Самое интересное то, что мы этих людей, как раз, как и выбиваем по сюжету игры. И, в общем, создатели данных миссий об этом тоже подумали. Едет на Гроуф и попытайтесь убить Свита. Сразу же попытайтесь. Хорошо. Мы попытаемся его образить. Так, 2 часа ночи. Чтобы вы понимали. 1992 год. Зеленая сабра только что выдвигалась. Из-под моста. Едет как-то неаккуратненько. Видим прекрасно это. Я попытаюсь сейчас максимально вообразить ситуацию, как это было показано в превью. То есть, как видим, даже вот расположение. То есть, вводит чувак в белой футболке. А толстый стреляет из машины. Все как в превью. Это здорово. Молодцы. Разработчики постарались. Разработчики этой миссии, разумеется. Так, подъезжаем на Гроустрит. Насколько я знаю, вот, в принципе, вот такая вот картинка и была. Блин, в точь-точь. Реально реализовали. Итак. Был такой небольшой проезд рядом. Они поворачивали вот так и... Мать, Карл Джонсон сидит прямо здесь. На прилавочке. Окей. Молодцы, что я сделал? Это была их мамаша. Они все сдохнут без нее. Я все сделал правильно. Жми на газ. И как-то так, в принципе, и уехала зеленая сабра. Я сообщу Смоуку. Алло, Смоук. Мы не прикончили свитер, но кокнули маму Джонсона. Ну да. В трубке. Что? Придурок. Не может... Может, ты к лучшему. Ладно, возвращайтесь, извините, шмотки. Я буду на связи. Бай-бай. Ну, короче, Смоук, разумеется, в шоке вообще. Потому что кто мог подумать, что эти балбесы именно так поступят. Убили почему? Как можно было перепутать Слито? И... Мать, Карла Джонсона. Я не понимаю. Вот такое недоразумение, блин, в этот судный час, в этот... В этот день. В эту ночь. Произошел. Так, ну все, они приехали дальше. Да, было весело. Только тупо было, что... Никто в банде водить не умеет. Ага. Черт, где же Доу? Так, сейчас у нас начнет охоту. Ну, разумеется, блин, банда Груфта злая. Только не стоит базарить об этом. А, Доу не знает, да, походу, то, что мы... Убивали сейчас... Мать Карла Джонсона, так сказать. А что вы тут делали? Доу спрашивает. Ничего особенного. Это было задание от Тома. Едем в парк. Не, подбрось меня в зип. Куплю новый шмоток. А вы с Кейном там решаете. Едь к зипу. Ну, разумеется, парни совершили сейчас пресс рядом. Банда Груфт сейчас недовольна всем этим раскладом. Так как хотели убить, на самом деле, свита. Убили их мать. Поэтому и приезжает Карла Джонсон. Семья ВС Джонсона в сборе. И после этого, после этих вот событий, проведенных вот именно в эту ночь. Роковая такая ночь для семьи Джонсона, для Карла Джонсона, для его семьи. Пресс рядом. Вот как это было. Темпени. Темпени, поласки. Подобрали каких-то нонеймов баласов. На самом деле, потом мы понимаем, что это, оказывается, были, ну, как их главари. Ну, очень важные люди. По сути, когда ты проходишь вот обычный сюжет Гатаса Сан-Андрес, ты, в принципе, не понимаешь, что такое Кейн. Кто такой Хорек. Ну, Кейн, я объясню. Когда они хоронят Хорька. Хорька вы убиваете на миссии Добермана. А Кейн, я потом убиваю. На следующей миссии, разумеется. Когда он на похоронах присутствует, этого Хорька. Как видим, банда Груз-3 все-таки отомстила вот этим двум убийцам. Как я понимаю из этого Диамо. То, что они отомстили все-таки. Несмотря на все про все. Именно самим убийцам, понимаете? Понятно, что это все заварушка Темпени, Биг Смоука и Райдер и так далее, но... Объясните, что вы наделали? Да, мы... А, понятно. Уже Хорька высадили. Он сейчас, типа, якобы переоденется. Да, и тут они объясняются о том, что... Доуп, ты не знаешь, что произошло? Доуп отсутствовал. Доупу сказали, идите погуляйте. Вот он пошел гулять. Вот, а Кейн и Хоряк... Хоряк... Хорек... Тот самый... Делали это самое... Правосудие решали. Вот. Теперь они боятся. Боятся, разумеется, за свои жизни. Потому что... Семья Груф не дремлет. Она в любом случае отомстит. Как мы знаем уже это в будущем сюжете оригинальной игры. Вот. И сейчас... Просто парни боятся. Переодеваются. Другие шмотки меняются. Все хорошо. Окей, отлично. Ну, понятно, что балансы своих не бросают в этой беде. Что с ними произошло с другими чуваками. Сразу. Все условия для них. То, что надо залечь на дно. Надо как-то скрываться. Самое интересное, что вот они. Они пытаются это делать. Там кто-то вообще уехал куда-то. Потом, судя по всему, в 1992 году они все-таки приехали. Ладно, ББ, удачи в торговле травой. Не сдавай наших, Доуп. Окей, тебе не болеть, Кейн. Окей. Дружеские отношения такие. Тысяча рукопожатий. Возвращайся в парк. Играем за Толпа. Харька высадили. Около Зипа. Теперь и Кейн. Сюда куда-то ушел. Не знаю куда. В общем, они распрощались. Распрощались. Остался только Доуп. Доуп, кстати, ребята, это тоже такой крысеныш во вселенной GTA San Andreas. В частности, играет в сюжете. Он очень часто перевоплощается. Перевоплощается в чертовых всяких интересных ребят. То есть, то он одевает одежду баласов, как сейчас мы видим. То он в одежде грув-стритовцев. Такова жизнь трех баласов. Карл Джонсон, обратите внимание, что он садится именно в тачку таксиста. В начале игры. Кстати, этот скин также присутствует в оригинальной версии GTA. Чтобы вы понимали, что Доуп, по сути, убийца матери Класса Джонсона. Канонично оказался в начале игры. Вот такая офигня. Это очень странно так. Так интересно. Но Доуп, а что Доуп? Его жизнь. Это одна большая Доза Гашиша с Ганжой. Вскоре он начал воровать, а потом впал в бедность. Ну, короче, вы поняли о чем. Ну, короче, он сдох. Иными словами. Вот. Все. Спасибо большое за это, Диамой. Мы хотя бы понимаем теперь, что произошло в ту самую рукавовую ночь. В МП не поласки взяли баласов. Кейна, Харька. Кейн, Харек совершили. Это, блин, то самое преступление, ребята. По ходу игры мы их все-таки убиваем в оригинальном сюжете. И остался только Доуп, который... Ну, остался крысой. С Гашишем. С Гашишом. Который ради наркотиков готов был на все. Вот. Он тот самый парень на долг, который ты взял Блендер, Мамин и так далее. Ну, вы помните все это из сюжета. Вот. Надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Если это так, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и ждать следующие крутые видеоролики. С вами был Хик. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok